Новые технологии на страже безопасности граждан. В Рязани появился первый пешеходный переход, оборудованный светящимися полосами, так называемыми наземными светофорами. Они установлены на одном из самых опасных перекрестков города, где правила дорожного движения нарушают как автомобилисты, так и сами люди. Это пересечение улиц Дзержинского и Первомайского проспекта. Несмотря на то, что на этом перекрестке пешеходы могут перейти дорогу в трех местах, новые световые полосы пока установлены только здесь. Загореться они могут двумя цветами, красным и зеленым, в зависимости от того, какой сигнал светофора сейчас горит для пешеходов. Секрет в том, что устройства и светофор соединены небольшим кабелем, расположенным под землей. Этот проект является пилотным для нашего региона. В России же он запустился в июне 2014 года в Санкт-Петербурге. Устройства позволяют повысить безопасность на дороге, ведь около половины всех ДТП произошли по вине самих пешеходов. Идут, они не смотрят. Это хоть будет какая-то остановка светиться. Единственное, что, если только будет не очищена дорога, и все равно будет какой-то просвет. Это, ну, я считаю, что это замечательно делает. Как минимум, так стало виднее, горит, какой горит свет, и никто, наверное, ну, во всяком случае, все поначалу будут обращать внимание, и никто не рванет перебегать дорогу под машину, во всяком случае. Новая световая полоса – это веяние времени, ведь все чаще в наших руках оказываются гаджеты, и расположенный внизу светофор становится намного заметнее классического. Если новинка хорошо себя зарекомендует, то подобные светящиеся линии будут установлены и на других опасных перекрестках. Однако на данном участке решить все проблемы она все равно не сможет. Да, для пешеходов будет полезно, потому что, ну, здесь нарушить у нас невозможно, у нас просто не останавливается, у нас такое движение, что мы не можем даже в школу перейти. Здесь очень плохой перекресток. Беда в том, что светофор горит очень мало. За время зеленого сигнала люди, особенно с детьми, не успевают перейти дорогу, а ведь рядом расположена школа. Эту проблему еще предстоит решить, забалансировав длительность сигналов, чтобы не увеличивать и так большие пробки. А пока новые наземные светофоры будут радовать граждан праздничным настроением и в то же время стоять на страже их безопасности.